Из-за жары фермеры Западно-Казахстанской области прогнозируют низкий урожай. Свыше двух месяцев в области отсутствует дожди, а температура воздуха доходит до 40 градусов выше нуля. С какими еще проблемами сталкиваются представители крестьянских хозяйств и отразится ли это на ценах, расскажут наши корреспонденты. Семья Мироновых занимается овощами уже порядка 20 лет. В их водениях около 30 гектаров земли, на которой ежегодно выращиваются помидоры, огурцы, морковь, капусты, перец, дыни и арбузы. Фермеры рассказывают, что такой продолжительной жары и летом не было уже давно. Солнце буквально сжигает овощи на грядке, не давая им до конца созреть. В этом году год не радует тем, что жара сильная. Оно все сгорело, горит, сильно горит. Капуста позднее не вяжется даже. Обычно с этих полей собирает до 100 тонн капусты. Но сделать прогнозы по сбору на этот год крайне сложно. В целом агрономы дают довольно печальный прогноз на урожай. Но зимние сорта капусты, по их словам, еще можно спасти, если в ближайшее время похолодает. Помидоры же собрать удается и сегодня. Ежедневно до 3 тонн томатов отправляют на местный рынок. Но со сбытом у представителей КХ возникают проблемы. Тем более в те дни, когда из-за карантина ограничена торговля. Проблема у нас с оптовым рынком. По всему, по-моему, Казахстан, только в Уральске нет у нас оптового рынка. Было очень тяжело, когда в субботу и воскресенье мы не работали. Потому что нам некому было реализовывать товар. А он, получается, сидит на корню, он варится, и мы его потом выкидываем. Получается, что сегодня овощи пропадают, а завтра цены на них снова могут взлететь. Высокого урожая этим летом не будет, говорят фермеры. Тем временем специалисты Управления сельского хозяйства заявляют, что в этом году увеличены посевные площади. Из 3000 гектаров овощных культур на сегодняшний день собрано 17000 тонн продукции. В текущем году посевная площадь сельского хозяйства по нашей области составила 565 тысяч гектаров, что больше плана на 50 тысяч гектаров. У нас практически объем урожая сопоставим ежегодно одинаковый и с прошлым годом. И на цены влияют совсем другие факторы. Цена на продукцию действительно складывается из ряда факторов. Но низкая урожайность явно станет одной из причин очередного повышения стоимости овощей. Марина Горбук, Нарван Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.